всем привет девчонки женщины дамы добро пожаловать всем на мой канал моим давним подписчикам и новичкам конечно же подписывайтесь на мой канал и я снимаю парфюмерные видео частенько и разные блоги ну и так далее в общем и сегодня у меня такая будет ароматная неделя не знаю может быть какая-то тяжеловатая что ли выбирала выбирала ну и давайте приступим выбрала 7 ароматов себе решила взять мне какие-то для улицы я выбираю которые может быть более послаще которые требуют воздуха и так далее в общем я себе выбрала свой любимый prado candy gloss я вчера уже вчера было воскресенье я уже его носила я его обожаю я уже тысячи раз про него рассказывала на самом деле у меня ассоциации все-таки с зимой с этим ароматом потому что мне появился он в декабре на мой день рождения это был подарок от любимого супруга не знаю как весной сейчас когда еще есть небольшая прохлада ветерок и в общем-то не душно тоже хочу его поносить именно на улицу вчера уже наслаждалась им обожаю его это класснющая вишня это аромат не компотный непростой он так его называют помадным я не знаю пудровый он или нет я его вообще не разбираю на ноты для меня это один из любимых моих вишневых ароматов он классный он шикарный ну уже бессмысленно наверное повторять сотый раз как сильно я его люблю решила тоже взять его и на этой неделе его поносить потому что как-то я его отставила зимы под новый год вот это все я его носила вообще не снимая потом убрала носила другие ароматы сейчас хочу опять в общем-то поносить этого красавчика дальше из более сладких для улицы я решила взять вот такой аромат это лариф my only wish появился у меня относительно недавно в этом году это аналог на к шарель из а.м. да по-моему так очень красивый флакончик и не знаю почему я не покупала его раньше очень мне понравился даже чем-то такой необычный да может быть у него нет какого-то сильного раскрытия и игры скажем так он довольно однобойки я не слышу прямо какие-то фазы там у него да я и не прислушиваюсь если честно мне это не особо как-то важно это малина это какая-то лактонность здесь то ли йогуртовость не знаю в общем он сладкий он для улицы хочу вновь его поносить очень он мне нравится неплохой аналог хоть оригинал я не пробовала но мне не хочется меня устраивает вот этот мой прекрасный лариф и можно поливаться и и не жалеть его решил взять поносить его на эту неделечку на улицу скорее ну может и дома не знаю ну как-то я некоторые ароматы своей голове проецирую именно для носки дома не знаю почему например вот этот аромат я выбрала без blossom garden очень классный флакон такой матовый такой увесистый все здесь лаконично все современно по моему это аналоги на гуччи какие-то ароматы я точно не знаю на фрагрантики этого аромата по моему нет может быть уже появился и я его показывала как то это в ароматах и на весну как-то он участвовал все-таки в моих подборках я просто сейчас открыла свой шкафчик и так нюхала из флакончиков чтобы мне и в общем этот запах меня притянул он пудровый он нежный здесь много цветов хоть я цветочные ароматы не очень и больше за фрукты но это сам флакон такая нежнятинка хочется даже чтобы он у меня здесь постоял полюбоваться на него хочется и конечно буду им пользоваться наверное сегодняшний день понедельник утро с него и начну сейчас когда отсниму для вас этот ролик сразу же и напшикаюсь может быть прямо сейчас что ждать напшикалась появился он у меня прошлой весной поэтому именно ассоциации с весной стоит бюджетно ну не слишком шлейфовый и не громкий поэтому скорее больше для домашнего использования такой какой-то успокоительный мягкий нежный воздушный пудровый цветочный такой в общем красавчик сюда выставлю дальше очень нет типично для меня но я решила взять вот этот аромат от эйвен который называется и в элеганс я и вообще его никогда не разнашивала купила по многочисленным отзывам хвалебным что здесь гранат и что он супер фруктовый супер классный для меня это что-то очень ретро цветочное такое наглое что я не очень люблю для меня это аромат колки колючий не хватает ему округлости как я считаю многим ароматом эйвен вообще чего-то не хватает но сейчас я его понюхала из флакончика он у меня стоит довольно долго я не буду обещать девчонки что это станет моим любимым ароматом я решила просто его взять и хотя бы попробовать немножечко его поразнашивать хотя бы дома или хотя бы с блоттера потестировать его как-то так на кончик очень красиво играет лаконично своими гранями не сказать что у эйвен какие-то шедевральные конечно флаконы но очень даже симпатичны так что аромат всем известен особенно тем кто занимается эйвен я как-то не отношусь себя к фанату данного бренда ароматного именно но вот опять таки что говорить хочу его поразнашивать может быть что-то и случится может быть он постоял может быть сейчас сезон какой-то в общем попробую еще очень странно для самой себя что я выбрала этот аромат редко его показываю это ким кардашьян называется глэм вообще я его храню из-за его флакона мне очень нравится подобный флакон просто супер не знаю супер то что он такой тоненький у меня 50 миллилитров сотка там он такой огромный я рассказывала тоже уже про него аромат у меня довольно количество времени это очень своеобразный очень необычный нетипичный аромат это аромат на тему мыло даже не шампуня не стирального порошка ничего такого именно мыло мыло такое как раньше возможно даже кусковое оно не сильно такое современное это не дав и вот из флакончика прямо пахнет мылом ну сразу ассоциации какие-то с чистотой я не знаю на американском youtube блогеры его хвалят на что я повелась и купила конечно он сложный для меня в носке конечно это не что-то девчачье и нежнятинка и так далее чему вы будете радоваться каждому от каждого вздоха да но хочу попробовать его поразнашивать знаете не скажу что у меня прямо раздражает очень сильно просто он необычный попробовать решила может быть дома как-то может быть блоттера поразнашиваю может быть буду пшикать в комнате еще пока не решила но просто очень красивый хочу хотя бы чтобы хотя бы просто постоял у меня не в темном шкафу а так скажем вы гулять его хотя бы в свет немножечко осталось два аромата на этой неделе кстати я не знаю какой день будет у меня весенние ароматы номер два и некоторые ароматы будут дублироваться поэтому не знаю стоит ли сильно на них заострять внимание выбрала себе в общем-то агента провокатора вот такого вот в виде вот такого апродизиак пьера он называется вот так вот это аромат на тему груши я не закрываю колпачок потому что я его сюда наверное уберу не закрываю колпачок потому что он очень плотно короче мне его не открыть в общем выбрала этот тоже он легенький там груша такая водянистая белая еще будет дальше про него рассказывать и последний на сегодня в этой подборке девчонки седьмой по счету не знаю как получится у меня вот такой вот от жан артез амора мио это по моему оригинальная версия потом уже всякие фланкеры пошли и так далее но это точно не точно точно не точно половинка яблочко очень симпатичный флакон я его тоже еще сильно не разнашивала здесь много нот здесь и миндаль по моему есть и яблоко и черная смородина мне кажется что идеально подходит на весну именно для лето будет тяжеловат поэтому когда как не сейчас до лето осталось вот полтора месяца и хочется немножечко его как-то мне поразнашивать познакомиться с ним поближе так что взяла вот эту нежную штучку но мне кажется сам аромат не такой нежный как флакон он более колки более такое там еще и знаю точно есть личи и в середине у нас цветок вишни либо даже вишни по-разному везде написано здесь вот такая вот крышка ароматы эти все довольно как бы как сказать то уже давно выпущены они уже известны среди любителей именно бюджетной парфюмерии жанр тесс молодец в общем-то проверю его на стойкость как раз и не знаю дома либо на улицу поразнашиваю и потом в разборе вам конце недели воскресенье обычно во влоге девчонки я делаю разбор ароматов потому что отдельное видео я не знаю напишите как вам было бы удобно удобно ли смотреть разбор во влоге либо влоги вам совсем не интересны и лучше мне отдельное какое-то снимать видео пусть даже коротенькая где просто будет разбор ароматов недели вот такие ароматы девчонки 7 штук выбрала себе не знаю вроде бы все какие-то мощные да но вот этот афродизиак более спокойный вот этот более спокойный и посмотрим что будет и как опять-таки я повторюсь еще раз я себя не буду заставлять если мне какой-то аромат не зайдет и возьму с полки которые на меня сейчас прямо смотрят свои какие-то любимцы я кстати хотела взять больше но я понимаю что я в любом случае так или иначе буду подтаскивать и другие ароматы тоже в общем как то так напишите какие у вас ароматы на неделю что вообще вы думаете о том чтобы выбирать ароматы на неделю вообще думала что эту неделю я пропущу и не буду выбирать но потом я поняла что все таки стоят у меня ароматы стоят без дела а так они так или иначе хоть как-то мелькают и хоть как-то я на них обращаю внимание хоть немножечко их тестирую и хотя бы я смогу тогда понять нравится или нет чем если они просто опять будут стоять у меня в темном шкафчике в общем то всем желаю хорошей недели все девчоночки спасибо что посмотрели и всем пока